Всем привет! Рада вас видеть снова у себя на канале и сегодня расскажу про свою коллекцию помад. Итак, пожалуй, начнем с трех моих любимых помад. Это Charlotte Tilbury. Очень классный бренд. Я ее полюбила буквально года два назад. Приобрела себе помаду и действительно очень рада. Упаковки очень красивые. Для тех, кто любит, когда помада выделяется среди других, это как раз вот об этом бренде. У меня одна из черной пантеры. Все три цвета, они все подойдут под каждый день. У меня Glowing Gem. Дальше Angels House of Sandra. Dance Floor Princess. Следующие четыре помады у меня от Chanel. Очень красивые оттенки. На самом деле, они больше подойдут, конечно, под лето, под весну. Потому что зимой мы больше используем холодные оттенки и персиковые розовые уже как раз отлично будет на весну. Как я уже говорила ранее, в предыдущих видео вы можете использовать помаду не только нанеся на губы, а можете также использовать, как и румяна. То есть просто немножко нанести на щечки и немножко растереть. Получается очень такой естественный красивый румянец. Третья помада Chanel. Эффектно она открывается, подойдет блондинка. Он такой персиково-оранжевый, даже больше персиковый. Мне очень нравится то, что логотип виден. Ну вот прям Chanel это всегда красивая, вне времени классика. И блеск для губ. На самом деле, в упаковке он смотрится ярким, но когда наносите на губы, он не настолько выразительный. Дальше 4 помады мини. Я на самом деле очень люблю мини-упаковки. Я всегда рассказываю это на своих обучениях. Это всегда удобно, потому что маленькая упаковка, она занимает мало места и плюс стоимость половину меньше. Очень красивый оттенок MAC Whirl. Подойдет как раз на зимний период. Можно наносить просто, но при этом полностью по всей форме губ. А можно просто немножечко бобер-бальзам, и тогда не будет настолько выразительный цвет. Классический красный. Красный я знаю, что многие девушки пытаются найти, но его оттенков очень много. И вот этот цвет, он как раз красный среди самых красных. Называется Ruby Woo. Классика, которая уместна всегда, вне времени. И я считаю, что эта помада должна быть у всех девчонок косметички. Снова-таки красный оттенок только уже Yves Saint Laurent. Мини-версия. Она отличается тем, что в MAC идет матовая поверхность, и у Saint Laurent более глянцевая. Живан-ши. Честно признаюсь, я редко использую такой цвет. Он не на каждый день. Но снова-таки, когда это уместно под одежду или под какой-то ивент, очень красиво будет ярко смотреться. Дальше. Три блеска Revlon. Они все идут матовые. Я редко использую матовые блески, потому что они часто сушат губы. Но у меня есть клиенты, модели. Те, которые любят использовать исключительно матовые помады. Конечно же, стойкость намного дольше, чем у обычной помады. Но снова-таки это в зависимости от того, как кому комфортно. Первые два оттенка, они подходят под каждый день. И третий, он уже подойдет под яркое мероприятие. Это, конечно же, не на каждый день цвет. По оттенкам 655 Kisses. 640 HD Embrace. Это те, которые на каждый день подойдут. И 665 HD Intensi. Это тот, который прям очень-очень яркий. Девочки, никогда не отказывайтесь от сэмплов, потому что это всегда пригодится в дорогу, в спортзал. Я знаю часто, есть такие истории и у меня, и у моих клиентов. Когда после спортзала нужно быстро выглядеть красиво. Времени нет на подготовку, потому что встреча важная после. И как раз вот сэмплы, они очень помогают в этом. Эрмея, они дали мне три сэмпла, которые мне очень-очень пригодятся. Clorans, бальзам для губ. Это получается как бальзам для губ с цветом. Честно, я его очень полюбила. Во-первых, очень изысканная упаковка, она такая идет, женственная. И мне нравится тем, что когда наносишь помаду на губы, нет ощущения стянутости. То есть, он идет как дополнительное увлажнение, как раз в зимний период очень хорошо подойдет. И снова-таки, про увлажнение губ. Это Clorans, масло для губ. И бренд Salil Desjures. Это американский бренд, если не ошибаюсь. Подходит в зимний период и также на солнце. То есть, он получается идет защита SPF, что, собственно, защищает губы против солнечных лучей. Еще один матирующий блеск от MAC Cosmetics. Для тех, кто любит классику, очень красиво смотрится, когда, допустим, полностью в черном одеты и яркие красивые красные губы. Кстати, к теме красной помады настолько она волнующая, настолько много девчонок любят ее, как начала Мария Монро. Постоянно она красила губы красной помады. И также есть книга, которая посвящена красной помаде. На самом деле, я знаю классную историю на тему красной помады, когда двум официантам дали задание. Одна девушка накрасила красной помадой, вторая просто бежевой. И что самое интересное, в конце дня больше чаевых собрала та, которая была с красными губами. Том Форд и Эрме у меня сравнительно недавно. Кстати, помада Том Форд вообще мне повезло. Почему? Потому что я купила много косметики и мне продавец дала в подарок помаду. Я считаю, что это классно. Именно это одна из причин, почему я люблю покупать косметику за границей, потому что там не скупятся на подарки. Дальше Эрме. Очень красивый оттенок, мне он очень нравится. Подойдет больше на весенний-летний период. Также упаковка идет с магнитом. Можно как раз услышать, легко закрывается упаковка. И Том Форд больше подойдет на сейчас, на зимний период. Так, ну и последнее, это моя палетка помад, которую я время от времени меняю. Очень удобная, это как раз удобно для визажистов на фотосъемках, на видеосъемках. Полностью я разбирала каждую помаду и лопаточкой размещала вовнутрь. Сама упаковка это Make Up Forever, а внутри помады уже разные. Кстати, один из важных советов визажистам, обязательно пишите название помады. Потому что бывает такое, что девчонке понравится помада, и вы, когда ее нанесите сюда, вы не можете подсказать, что это за номер. Поэтому сзади упаковки очень важно подписывать. Я благодарю вас за просмотр. Я надеюсь, вам понравилась моя коллекция помад. Возможно, у вас какие-то есть, возможно, нет. Если вам понравился какой-то оттенок, обязательно напишите в комментарии. Если понравилось видео, ставьте пальчик вверх. И также подписывайтесь на мой инстаграм-канал. До новых встреч, пока!